Привет всем! Сегодня хотел бы рассказать, как запаковывать резьбу сантехническую. Предположим, у вас лопнул шланг унитаза, там имеется кранчик, вы перекрываете кранчик, вам нужно заменить шланг. Шланга у меня, к сожалению, нет, но я хотел бы рассказать о том, как запаковывать резьбу, чем, и показать это наглядно. Давайте приступим. Что нам необходимо? В первую очередь, чтобы обезопасить руки, желательно иметь перчатки. Для того, чтобы крутить эту резьбу, закручивать ниппели, шланг, нам необходимы ключи. Можно какой-то разводной ключ взять. В общем, это вам нужно посмотреть, как лучше, чем. Вот эти вот инструменты, это самое лучшее, чтобы такие вещи закручивать, очень надежно держится и закручивается все очень удобно. Называются крокодилы, книпиксы, по-разному их называют, но вот такой инструмент. Конечно, дороговато. Но, в общем, что под рукой есть, тем можно и крутить. Вот у меня будет кранчик, я буду закручивать в него ниппель. Что нам еще необходимо? Нам необходим лен. Лен бывает в матках, бывает в другими вариантами тоже. Но я буду использовать такой вот. Также бывает продается такая лента для запаковки. Такая вот. Такой ленты, чтобы запаковать сюда, например, на ниппель, на одну резьбу, нужно, еще нужно знать, как правильно запаковывать, в какую сторону правильно крутить это все, и как держать деталь лучше. Ну, такой лентой я бы не советовал полностью просто запаковывать. Лучше запаковать на лен, это очень надежно. Самое надежное, это лен. Ленту я вам тоже покажу, как потом использовать можно. В данный момент, вот у нас имеется, например, ниппель. И как вы видите, на нем нет никаких насечек, никаких фасочек, никаких вот, ну, насечки, скажем так. Мы сделаем насечки. Это очень нужно на таких деталях. Таким ключом мы делаем эти насечки. Таким образом. Можно, конечно, взять там ключ и сделать вот так. Такие резкие движения, как вы видите, получаются насечки тоже. Если ничего подходящего нету, то можно и ножом, в принципе, сделать. Ну вот, вот с обоих сторон видно, что есть насечки у нас. Теперь берем деталь, скажем, шланг или вот ниппель в данном случае. Берем лен, такой вот жгутик делаем и наматываем его. Вот таким вот, именно таким вот образом. Я наматываю от начала, где резьба начинается, и к этому месту, где она уже приходит, вот к этой вот шестигранной детали. Вот таким образом. Намотали один слой. Нам нужно сделать так, чтобы... Когда мы намотаем, вот так вот хорошо прижимаем, чтобы резьба особо не проступала, чтобы ее не было видно из-под длина. Вот. Далее, да, забыл сказать, что нам необходимо еще... Ну, у нас вот продается такой унипак, например. В других местах он может как-то по-другому называться. Это вот такая вот, как типа пластилина, на водной основе такая вот смазочка. Ее надо нанести таким образом. Можно, конечно, ее не использовать, но для чего это нужно? Для чего я намазываю? Для того, чтобы, когда лен будет заходить в кранчик, в этот кран, он будет скользить. И когда вы, например, захотите разобрать, вам не составит особого труда это сделать. Для этого и используется вот такая вот смазка. Можно, конечно, воспользоваться такой лентой. Вот. Я потом покажу, как это сделать. Вот. Теперь мы берем кран, скажем, на шланг, или вот в данном случае ниппи, и вот таким вот образом закручиваем. Потом берем ключи. Можно взять, скажем, сюда разводной ключ, поставить. Сюда такой крокодил. Что у вас будет под рукой? Берем вот таким образом и крутим. Крутить нужно, скажем, с усилием. Но, когда, если вы почувствуете, что уже не идет дальше, то не старайтесь. Иначе может лопнуть кран. Вот. Таким образом мы закрутили. Все. Вот мы видим. И протираем потом, чтобы не осталось никаких следов. Почему я делаю это в перчатках? Потому что после того, как вы крутите эти детали, такими ключами могут остаться маленькие, соскрестись маленькие кусочки металла. Они очень хорошо прокалывают кожу и могут как замозы оставаться. Поэтому лучше работать в перчатках. Вот. Я протер. И тут видно соединение получилось. Вот. Теперь я покажу, как можно с такой лентой, например, использовать. Вместо вот этого вот унипака, как я говорил, можно взять лен. Здесь я насечки делал. Здесь были сделаны ножом. Так. Так. И так. Много не надо. Слишком много тоже нельзя, потому что... Вот. Если будет много, то кран может быть лопнут тогда. Вот. Скажем вот так. Теперь берем ленту вот таким образом. вот, что если она разворачивается, то она должна идти вот отсюда. Вот так. Берем вот так. Пальцем ставим. И... Раз, два, три. Можно пять оборотов. Ну, три, четыре. Ну, пять максимум. Вот. Готовое соединение. Теперь, скажем, я могу взять... Вот у меня есть другая заготовка. Вкручиваем вот в такой ушастик. Это на стену ставится. Чтобы можно было смеситель поставить. Или там... Кран для унитаза на стену закрепить. И вот таким образом... Докручивается. Берется вот так. Никогда не берите... Сейчас я вам покажу, как. Никогда не крутите вот таким образом. Вот таким образом. Чтобы... Ключ шел на вас, тянулся. Никогда вот так не крутите. Вот таким образом. Вот так. Иначе вы можете... Ключ может соскочить. И полететь вам в лицо. Этого не нужно делать. Лучше крутить как-то в сторону. Потому что усилие идет очень хорошее. И если ключ срывается, то он хорошо летит. Ну вот. Вот таким образом выглядит это соединение. И оно на стене держится. Можно открывать, открывать. Кран, конечно, уже старый. Таким образом. Еще хотел показать вам... Бывают случаи, когда у нас стоит вот такой вот кранчик. Для воды. И у вас смеситель потек. И вы его хотите поменять. Вы закрыли. Трубочку выкрутили. Вытащили, раскрутили. Смеситель. На раковине там, например. И пошли в магазин, купили новый смеситель. И оказалось, что на смесителе вместо трубки... Как мы видим, здесь трубка медная должна быть. Вместо трубки у нас стоят шланги. Для воды. А здесь у нас вот такая резьба, 3 восьмых. И что в этом случае делать? Менять кран не очень хорошо. Кран вроде еще рабочий. Тогда есть вариант. Обычно эти шланги, которые подсоединяют воду к смесителю, они идут с полдюймовой резьбой. В этом случае нужно купить просто переход на кран с выходом на вот такую вот резьбу. Тогда очень хорошо сюда накрутится шланг. То есть это 3 восьмых, как я помню, идет на полдюйма. Но если там шланг другого размера, тогда там надо подбирать. И тут очень короткая резьба. Но это возможно сделать. Нужно просто, как я говорил раньше, взять ключ или ножик, сделать хорошие насечки. Вот таким образом. Вот так. Хорошие насечки делаем. Вот. Берем наш лен. И делаем тоненькую такую штучку. И аккуратненько так, очень аккуратно, чтобы не выходило никуда, наматываем. Таким образом. Вот так. Такую. Ну все. Тут много особо не положишь. Постарайтесь так сделать, чтобы у вас такое, как шарик получился. Такой формы. Хорошо вот так приглаживайте. Вот так вот. Прижимаем пальцами и проглаживаем. Чтобы лен, он вогнался туда, в резьбу прямо. Вот. И тут два варианта. Либо сделать этой лентой, либо унипаком. Ну, я сделаю лентой. Только смотрите, чтобы эту дырочку, которая в краник, вот это вот отверстие, вот правильно будет сказать, оно не закрывалось. Таким образом. Так. Чуть-чуть надо натянуть ее, и она пойдет. Вот таким образом. Два, три, четыре, пять максимум оборотов. И все. То есть, вот так заглаживается красивенько. Дырочку мы проглаживаем, чтобы ничего там не оставалось. И вот таким образом. Вот у нас готовая деталь получилась. И когда вы будете закручивать, у меня нет такого перехода, к сожалению. Когда вы будете закручивать, вот, она будет крутиться у вас. И не докручивайте до того места, где заканчивается резьба. Оставьте. Тут много оборотов не получится сделать, но по ощущению оставьте так, чтобы до конца резьбы не дошло. И тогда у вас будет резьба очень даже хорошо держать. В случае, если вы закрутили, и резьба все-таки пропускает, перепакуйте заново. Это место 100% оно будет держать. Не один раз проверено, и все держит. Не один раз такое делали, и все работает. Поэтому вот на этом, наверное, я скажу, что у меня все. Все, надеюсь, это видео кому-то поможет. Не бойтесь, берите и делайте. Да, еще хотел сказать о том, как запаковывать такой лентой. Вот у нас есть фитинг, резьба. Еще раз покажу, как мы берем. Мы берем правую руку, или там она стоит по правой руке. И нам нужно обязательно вращение ленты делать именно вот таким вот образом. Если мы так смотрим, то это по часовой стрелке получается. Вот. Вот так вот берем и вот так наматываем. И вот таких вот оборотов должно быть. Мы считаем сколько? Раз. Два. У меня сейчас лента закончится. Но таких оборотов должно быть 15-20 оборотов. 1, 2, 3, 4, 5. И мы мотаем, у меня вот закончилось уже. Делаем 15-20 оборотов. Потом вот так вот заглаживаем резьбу. Вот она у нас, скажем, стоит вот на стене. Ну, нужно закрутить кран. Вот. Берем и закручиваем кран таким вот образом. Обязательно считайте количество оборотов, чтобы не получилось так, что когда вы закрутите, у вас резьбы не хватит, и у вас кран станет тем местом, как вам будет неудобно открывать потом. То есть, может, там у вас какие-то еще шкафы или еще что-то будет, и у вас кран встанет там наискось, и потом при закрывании или при открывании ручка будет зацепляться. Это нужно учитывать и знать, в каком положении вы хотите установить этот кран. Вот. И закручиваем. Обычно 3-4 оборота хватает для того, чтобы резьба держала. Это соединение держала. Эта лента, она не пропускала воду. И еще одно очень важное дело. Никогда не делайте так, чтобы вы закрутили, и потом вдруг вы перекрутили, и решили поправить вот у вас так встал кран некрасиво, неровно. И вы решили, а возьму-ка я, вот видно, что неровно стоит, а возьму я и исправлю это дело обратно. Это руками делаю, потому что у меня там резьба не так плотно запакована. Возьму вот так вот и исправлю ровник, поставлю. Нет, так нельзя делать с этой лентой. Если вы дадите обратный ход крану, то в этом случае у вас это место будет протекать. Этого нельзя делать. Если вы уже закрутили, все. Обратного хода здесь нельзя делать. Это большая вероятность, очень большая, что это место у вас будет протекать. Поэтому нужно считать обороты. сразу же посмотреть, сколько необходимо оборотов сделать, и как у вас кран будет располагаться в конечном итоге, когда вы остановитесь, перестанете закручивать его. Обычно кран так оставляют, может быть, боком. Но это уже по месту надо смотреть. Поэтому, когда... Надо было это в начале сказать. Поэтому, когда вы берете... Вот я возьму другой деталь. Вот у вас, скажем, крепление в стене. Вы должны посчитать. Вот таким вот образом. Сколько оборотов у вас кран закручивается. Вот мы считаем. Раз оборот. Два оборот. Три оборот. Даже четырех. Три с половиной оборота. Дальше резьба упирается, скорее всего, внутри. Сам кран. Внутри там. Значит, вы знаете, что... Либо три с половиной оборота вы делаете, и ручка у вас остается таким вот образом в стене. Вот так. Чтобы вы могли откручивать. Либо... Делайте на три оборота. Или вот таким вот образом. Но нельзя. Вы просто считаете, чтобы потом не пришлось перепаковывать, когда у вас кран упрется, и встанет как-то не так, как вам хотелось бы. И еще раз повторяю, что с такой лентой... С такой лентой... Вот с такой лентой. С такой лентой нельзя давать обратный ход. Поправлять что-то в обратную сторону. Если вы уже закрутили. Если докрутить надо, можно. Но не обратно. Обратно это будет протечка. Вот что я хотел бы еще добавить. Вот. Спасибо всем, кто смотрел. Надеюсь, что это кому-то поможет. Продолжение следует...